Сорванные голоса, литры, выпитой воды и горячая не только от солнца, но и от футбольной баталии трава. Футбол, кто бы в него ни играл, взрослые и дети, невероятно азартен и интересен, считает главный судья соревнований Сергей Кухто, который хорошо помнит свои детские дворовые футбольные матчи. Задача у юных футболистов, говорит он, предельно проста. Ворота наши сзади, соперника впереди, забить гол. Вот основная задача, что забивали голы и радовались. Поле поделили на четыре игровые зоны так, что и нормы соблюдаются от ворот до ворот 40 метров, 22 метра ширина поля, и болельщики находятся в непосредственной близости от игроков и поддерживают своих футболистов. Игра длительностью в 10 минут пролетает незаметно. Они прошли как одна секунда, потому что мы так переживали за наших ребят. Когда забили нам гол, мы прям были расстроены, но они молодцы, отыграли. Мы 2-1 победили сейчас. По правилам соревнований, каждая команда трижды должна выйти на поле в отборочном туре. У кого будет в сумме больше забитых мячей, тот, соответственно, выходит в полуфинал. За этим всем следить очень интересно, потому что вот когда мы начинали, вот Костейн Григорьевич Котельников предложил эту идею, и мы ее поддержали, то они не особо готовились, и за одним мячом бегали все команды. То сейчас, как вы видите, уже у них какая-то стратегия, какой-то они готовятся, они тренируются к этому турниру. Папа Витя болеет за дочь Кристину. Она настоящий борец, говорит Виктор Леус, даст фору многим мальчишкам. С характером, такая взрывная. Витя, иди сюда. Помогает ей этот характер? Конечно. Я думаю, и в жизни будет помощь. Пока своего не добьется, не остановится. И пусть сегодня команда «Яблоньки», прямо скажем, продула со счетом 2-0, важно, что спорт помогает ребятам почувствовать командный дух. Мальчишки из детского сада «Лесная сказка» отчаянно стремились к победе. Правда, и у соперников были те же намерения. Поэтому игра закончилась со счетом 1-1. Но и этому единственному голу мальчишки рады, ведь они готовились к этим соревнованиям. Мы обводили фишки, умейку делали, играли друг против друга. Больше всех переживали за своих ребят те, кто тренировал юных спортсменов. Всю игру инструктор по физкультуре детского сада «Золотой ключик» Маргарита Останькина бегала вокруг поля, срывая голос, и помогая своим малышам словом. Хотя, если бы позволили, и делом бы помогла. Мы регулярно выбегали, потому что ребятишки маленькие, еще старшая группа, только 12-й год рождения. Они не слышат даже свисток, они хотят мяч подержать. В первый день соревнований наградили всех участников, а также объявили тех, кто вышел в полуфинал. Это команда «Родничок», «Семицветик», «Улыбка» и «Радуга». А после итоговых встреч назвали победителей первенства 2018 года. Ими стали ребята из детского сада «Родничок». Приз от главного тренера получил воспитанник «Улыбки» Илья Чистяков, который лучше других ответил на вопросы викторины, подготовленные организаторами турнира «Городским центром спорта». Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Видное ТВ.